Аллилуйя, мне хорошо было, и попутчики обрежались добрые, спокойные. Ну и сегодняшнее отношение заметно изменилось. То, что было в 70-х годах, допустим, к священству, и сегодня, изменилось. Что вот говорил Игнатий Тихонович, что надо где-то аудитории, чтобы было. Вот, сегодня не те годы, это будет гораздо труднее аудиторию, потому что все это делается платно. Заплатно, пожалуйста, 100 тысяч в месяц платив, дадут бесплатно, на вряд ли. Только так уже, если сам Господь когда вмешается, то может, это можно быть. Потому что я много был, где встречался с батюшками, и говорят, что отношение к церкви и к священству резко изменилось. Когда было там, что на строительство храма, там где-то теперь уже, как было, что там храмы стоят, их никто уже и не старается отдавать. И нет такого расположения властей к церкви. То есть, ну, поставили в такое положение, дискредитировали себя, скажем так. Везде изменилось такое отношение. Заметно изменилось. Ну, что, я поехал на Москву. В Москве меня отец Иоанн, там встретили его сын с дятем, приезжали. Выехали мы на шахты на другой день. Вот, Павел Николаевич, где вот Игнать Иванович, где самая лучшая была у них ставка. Там они все, они приглашают. И что, будет, говорит, Игнать Иванович ехать, пусть заезжает. Говорит, всегда будет там место, где разложиться, говорит. И Зина, жена Павлова, говорит, все, я, говорит, накормлю их там и постираю их. Пускай, говорит, они приезжают. Я говорю, ну, сейчас уже навряд ли, потому что и он, говорю, постарел, болеет, и другие. И машина уже постарела, может быть. Но если будут, то пусть приезжают обязательно. То есть, доброе расположение у тех людей осталось. Собирались мы поехать в Анапу. Там наш батюшка, давно знакомый отец Александр Бурдин. Сейчас он архимандрид Силуян. Вот, он когда-то в Руксовске служил. Был богачином Красноярского края. Потом он в Казахстане служил, в Анапе. Сейчас он сильно больной. Больной так, что он, говорит, не узнает никого из родных, там не узнает. Ну, и прочее такое уже. Я хотел к нему поехать, когда созвонился с дочерью его, матушка Татьяна. Вот. И как-то так она сказала, что нет, не стоит приезжать. Он не узнает никого, и не надо лишнее тревожить. Ну, и все. Мы отменили, изменили. Поехали мы тогда на Крым. До Симферополя. Решили доехать до Симферополя. Павел, брат отца Иоанна, сел еще в машину, чтобы два шофера было. Ну, проехали. Созвонился я с Марьясовым Александром. Хотели, думали, будем проезжать там мимо, недалеко. Может быть, заехать. Но случилось, когда мы поехали, он куда-то уехал. То есть, не получилось. Я позвонил, его мне, говорит, дома нет. Я там за 200 километров где-то, или за 300 дома. В Анапу поехали как раз. Ну, они в Анапу поехали, а мы поехали в Крым. Мы через Новый мост ехали? Да, ехали мы через Новый мост ехали. Конечно, мост очень красивый. Как ехали мы 100 километров, так, с такой же скоростью, через мост и проехали. Не заметили даже. Ну, да, 19 километров там. Да, это. Рядом строят железнодорожный мост. Мост железнодорожный, он выше этого, как бы. По-видимому, чтобы выйти на берег, рельеф, чтобы... По-видимому, это может так, а это, наверное, поэтому. Не понятно. Ну, стройка, конечно, грандиозная. Там десятки тысяч, говорит, работало, людей там работают. Красиво всё сделано, очень хорошо. Хотя там украинцы говорят, мост не работает, он уже дал трещину, вроде бы там разваливается и прочее. Но ничего не работает. Идут фуры одна за одной по мосту. Фуры идут и легковые автомобили. К концу 19-го года должны уже железнодорожные мосты быть построены. Ну, вот там мы были. Один день провели в Феодосии. Вот, там в картину галереи Агазовского сходили, посмотрели картины, какие там хорошие. В храмах некоторые были там. Потом поехали на другой день в Симферополь. В монастырь, в храм, где служил архиепископ Лука, воинный Сенецкий. В этот храм, там, где его мощи, музей там его есть. Ну, зашли мы, когда интересно такое было. В монастырь я зашёл только, отец, он там ещё машину ставит на стоянке. А я зашёл и жду его возле входа, когда подойдут они там все. А здесь рядом лоток, продают книги, иконы там, как это всё. Ну, я стою здесь, смотрю так, на книги рассматриваю, да и обернулся на храм. А храм, ну, недалеко, метров пятьдесят, может быть, даже тридцать, может быть, от отхода. И так там ступеньки, может быть, десять ступенек, там больше поднимается. Выходит из храма монах, но на вид, как Голиаф. Такой, лучше меня. Меня, наверное, два, наверное, вместе поставить, чтобы их там мощнее. Стал взором, так он провёл всё. И смотрю, смотрит на меня. И направлял ко мне. Я думаю, о, увидел, наверное, странников, сейчас на обед позовёт. Нет, сразу, мы Голиаф на обед позовёт. Не обедали, мы с утра не завтракали, так до того есть охота, думаю, сейчас он, наверное, на обед. Ну, ладно, он идёт, подходит, по мне так. Из Сибири? М-м-м. Да. Из Барнаула, наверное. Ты, я говорю, как ты, отче, это, узнал. Разорливец. Из Латкиных? Я вовсе, думаю, ничего. А, я-то вообще, так говорю, а как ты это узнал-то? Знаем мы вас. Вы распространяете сектанцев, баптинские учения по всему миру. Я говорю, отче, да ты что-то заблуждаешься, это неправильно, это совсем. Хотел что-то сказать. Знаем мы вас. Повернулся и пошёл. Так же. Скрылся он в храме. Думаю, потом увидел, но потом они уже нигде больше не видели его. Отец, аж подходит, я говорю, отец, а. Базиль называется. Я же не сильно знатный. О, да нет, я говорю, а меня узнают. Всё по слову Господня. Сразу он прямо даже, и то, что из Барнаула я, и то из Лапкиных. А как он тебя узнал? Я говорю, да как. И здесь одно я говорю, скажу, что монах, наверное, говорю, молится. Не молится. Мало молится. Или совсем не молится. Почему? Потому что, а в интернете там мало не посидишь. Если зайдёшь, то долго будет. Поэтому он, значит, ролики смотрит. Если меня узнал он по оближью, даже по фотографии он узнал. Что это тот самый. Не ошибся. Да. Ну, вот так вот. Были там. Ну, а остальное, что там рассказывать, где были. Мы там в женский монастырь заезжали. Вот там. Ну, что там. Идут там экскурсии. Там за экскурсией. Там в горах вон такое. И это, значит. Потом приехал я уже, вернулись, когда я в Москву. Там в Туле были. В Туле, значит, проходят занятия. Оказывается, и здесь, в Барнауле, проходят занятия. То есть, все священники должны пройти переаттестацию. Значит, там по всем, эти, несколько там, этих предметов, когда проводят занятия, там сколько-то там, часов, я не знаю, 200, что ли, должно быть. И потом они дают экзамены, получают аттестацию. Ну, и на одно из занятий я пошел с отцом Иоанном. Он говорит, сегодня занятие. Я, говорит, уже одни пропустил. Говорит, еще надо. Два часа идет занятие, два часа. Я пошел. Занятие было по сектоведению. Вот. Как раз. Вот, преподаватель совершенно слепой. Он преподавал в семинарии. Вот. Но, два часа, он говорил. Вот. Ну, примерно то же, что и в семинарии преподают. А сектоведание, то есть, когда какая секта образовалась, кто какой был ее основатель секты, вот, как они сегодня в России, сколько этих сект, вот, какие самые хорошие, какие самые плохие секты, вот, самая плохая, это иеговистская секта. Она сейчас у нас запрещена, говорит, в России, там, и все это. То есть, хорошо, что запретили их. Даже в Керче-то случился этот теракт, там, или что? Что взрыв-то? Мы начали, что мать, будто там причинить, что мать у него посещала иеговистскую секту. Она, как бы, иеговистка, мать. Когда старт, мы говорим, так вы подождите. Если она иеговистка, она не могла сына научить, что ты иди, убивай людей. У них в советское время было, что подошло время в армию призывать, 18 лет там, юноша. Он не в армию идет, он приготовил, сразу берет мешочек с сухарями, ему идти на 5 лет в лагерь. Он не идет, я говорю, не пойду в армию. А не пойду в армию, 5 лет во лагерь. И он, все у них молодежь, они в армию даже не шли, чтобы не убивать. А как это вы говорили? Это совсем не подходит даже к этому. Не могла мать его этому научить? Нет. Самать его была иеговистка, она его научила. Не могла она этого научить. У них это обучение нету даже, вы иеговистка. На весь Крым, батюшка, вы только один это знали. Все остальные поверили. Ну, может быть и не все, все это нельзя так говорить, что все. А я потом подошел к нему, когда это. А там час пройдет, и там 15 минут перерыв, и еще час. Ну, отец Иоанн говорит, давай, я попрошусь давай отпустить, чтобы сидеть, нам еще нас сюда съездить. Он попросился, ну, да и, конечно, идите. Ну, и подошел я к нему, ну, он гражданский, он не свеченослужитель гражданский. Я говорю, я знаю человека, говорю, близко, который очень хорошо знает сектантское учение и знает, как работать с сектантами, говорю, так, чтобы их привести в православие. Он говорит, да, я бы желал с ним познакомиться, говорит это. Вот. Ну, я ему дал свою визитку, а он дал мне свою. Вот и стоит визит в один отчество. А сколько ему лет? Ну, я не знаю сколько. Ну, лет, может, за 50-60. Батюшка, вам тоже придется переантестать? Или здесь не надо? Батюшку выбираем единогласно. Нет. Вот он говорит, сейчас визитет. Здесь проходит. Я звонил на мупасшинку, как здесь? Да, говорит, проходит только в Барнауле, со всей митрополии. Приезжает в Барнаул, и получается так, что в гостинице платить, за обед платить, значит, в сутки что-то полторы тысячи выходит это, там за занятия, говорит, что. Вот. Ну, кто, говорит, батюшка, у меня, чтобы, а это 10 дней, 10 дней это 15 тысяч, у меня, говорит, таких денег нет, там некоторые, не можем, говорит, поехать. Ну, какой приход есть такой, который там еле-еле там насобирает там на зарплату батюшке, там, чтобы прожить. Есть везде это, по всем общим. Я думал, что у нас нет, я ему говорю, говорю, а у нас нету. Он говорит, подожди, батюшка, дойдет до вас это, говорит, и у вас будет. А в основном какие занятия? Вот, церковедение там напомню. Теперь, как с властями вдруг бежить, вот, лояльность с властями, как закон знать, какой там это, законы знать. Вот. Ну, отношения там государства к церкви, церкви к государству. Вот такое. Я говорю, а бывает такое, чтобы занятия проводили там, как благовествовать, там, проповедовать среди людей. Да нет, зачем? Зачем? Такого нет. В храме все придут. Да. Одного батюшка нам спросили, спросил, да, ты, говорит, серьезно или смеешься? Да нет, я серьезно спрашиваю. нет, такого никогда, говорит, нет, даже никто не спрашивает. Допустим, фермирующее собрание спрашивает, в основном, всегда заостряется на доходах, как повысить доходы, почему. А об этом нигде не понимаю. Я в некоторых местах, в разных епархиях, спрашивал, как это? Нет, об этом даже нигде не поднимается вопрос. Об этом. Ну, идет оно, да и идет. Кому надо, те придут. Кому надо, те придут. Все. Вот так вот. Потом мне звонит один из Москвы, батюшка, отец Петр Михалев, отец Ахин, да, это вы? Я говорю, да, я. Вот, я с вами знаком, я говорю, как, где знаком? Ну, не очно, заочно, я с вами знаком, я где-то, он сказал, то ли с 14-го, или с 13-го года, заходит, значит, на сайт, вот, хорошо знают, с Игнатием Тихоновичем, там он знаком, если будете здесь, в Москве, то, может быть, заедете, и вот, и вместе, может быть, и по службе у нас, но я, когда приехал в Москву, позвонил ему, созвонились, где он, служит у него, храм на территории железнодорожной больницы, больницы МПС, там, но я в субботу поехал вечером, ну, пяти часам на службу, он сказал, пять часов на службу, приехал я в забор, большой у больницы, это, такой, ну, решетчатый, я не найду вход, один вход закрытый, второй нашел закрытый, нигде не могу зайти, иду назад, вдоль забора, смотрю, навстречу идет, батюшка в подряснике, бежит, эй, ко мне сразу навстречу, обнимаю, о, отец Аким приехал, это он, шел на службу, у него машины нет, он, без машины, ну, и пошли, там, отдельно была, калитка, вход, где, храм построенный у них, построили, храм там по благословению, говорит, патриарх Алексей, он там лежал в этой больнице, лечился, вроде бы, этот храм, значит, построили, храм не очень большой, но так уютный, храм, подвал там есть, в подвале там трапезная, там ризница, все, ну, вот, вечером мы с ним на службе, послужили, значит, он там исповедовал, я служил, вот, после службы закончилась, вечерняя служба, проводят занятия для взрослых, все садятся в храме, скамеечки ставят, рядами садятся, он, значит, садится и читает, они, значит, проходят деяния апостолов, там, две главы, две главы, он читает, он кратко там объясняет, где останавливается все, ну, примерно было, человек, может быть, 40 оставалось, но на службе-то немного, потому что храм, он на территории больницы, большинство всегда приходят болящие, там, ну, вот, и он здесь объявил, что завтра у нас, говорит, после литургии будет беседа, у нас гость в Сибири, вот, расскажет о своих, значит, община, вот, как у них там спасаются люди, значит, приходите, ну, и вот, пригласил он меня к себе ночевать, вот, живет он за городом, живет, это 20 минут, мы где-то шли до, к электричке, потом на электричке еще минут 20 ехали, там минут 15 еще до дома идти, пешком, семья у него, двое ребятишек, матушка такая, молоденькая, очень приветливая, приветливая, Наталья, двое ребятишек, пять лет, по-моему, девочка, и мальчик, годика три, и она в положении еще, просит, помолитесь, батюшка, чтобы мне хорошо это, разрешить это, Наталья, звать ее, будете молиться, вспомни все, вечером там долго, мы пришли, уже, наверное, было полдесятого время, в десяти, где-то до двенадцати, просидели, за столом проговорили, у него еще живет, ее тетя, с дядей, одна комнатка, там у них отдельно, маленькая, вот так вот, и утром пошли, мы встали утром рано, пошли на службу, и после службы, когда же ходишь в литургии, была эта беседа, ну, где-то, я думаю, часа полтора-то было побольше, может быть, даже, но я рассказывал о том, как я пришел, значит, как вера православная, как у нас общины образовали, какой у нас порядок в общине, что рассказывает все, как собрание, как проводится, оглашенные зайдите, да, вот, как потеряете, там уже ищем живет, они задавали вопросы, отвечал, ну, вот так вот, в таком порядке прошла все, беседа очень, они вопросы задавали, люди, один мужчина говорит, а я вас знаю, вспоминаю, а я однажды, говорит, ссылился в интернете и нашел, говорит, точно это же вы, опять меня там узнал, ну, вот так вот, очень хорошо с батюшкой, с этим, будет, и у них еще проходит, также занятие с дитями, он проводит, он говорит, это не я, говорит, до меня был здесь, говорит, игумен, то есть монах батюшка, он, говорит, это общину, так, говорит, вот это все устроил, такую жизнь, говорит, и все, кто там верующий, они об этом говорят, а в субботу утром я поехал на службу к отцу Кириллу Сахарову, вот это почти, я за кольцевой дорогой, это и в центре Москвы, ну, где-то я за час лишним добрался до него, вот, приехал я, где-то было 8 часов, идет он служба, я вначале не понял, а потом понял, что это еще полуночница у них идет, 8 часов полуночница, они начинают, наверное, часов 5 служить, вот, полуночница идет, полуночница, вначале с часы, здесь я уже понял, с часы начали, вот, литургия, все, но я был так в гражданском, я так стоял там возле, прихожан, я еще один человек был, возле никого, пустой, служил другой батюшка, смотрю, он там что-то разгадал, потом пошел туда, потом увидел, он ко мне подошел, отец Кирилл, он не служил, и сразу мне, так, потом после отчина, слово скажешь, я в гражданском, я говорю, что-нибудь скажешь, сразу, значит, ну и вот, в начале часы полдевятого, закончили литургию полдвенадцатого, ровно три часа, все то же самое, литургия, нигде никаких, нет, единственное, что пение, 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 они слушают по старым обрядам, вот, старообрядцы, по стареобрядцы, но вспоминают за богослужением одного только, патриарха, Кирилла, то есть, это приход, как бы, такой, патриарх, щадящий, да, вот, они все по-старому, у него и, камилавка эта, соборочка, какой-то старообрядцы, там это совсем другая, подрясник, а на подряснике еще такая, как бы, накидка сверху, такое-то, ну, точно все, как у старообрядцев, у всех, что там это, молятся, у всех, лестовка на руке, и подручники, подруки, я в прошлый раз говорил уже, вот, особенно это великий пост, да и сейчас, когда земной поклон делать, это, подручник, он, единственное, исполняет цель, подручник, подручник, подручник делать, чтобы на пол, не на пол, руками, не на пол, ну, приходим на улицу, мы же не разуваемся, и руками, а это, подложил его, подрясник, и все, поклонились, когда я пока встал, да и подручник, положил, под себя, и стороной-то, у меня получилось, что я хорошей стороной-то на пол положил, а которая, на пол-то, она и отличается, одна защита, там это, а на это еще какой-нибудь, там это, рисуночки, ну, рисуночки, какой-то там, другая, цвет, допустим, материалы, другой цвет, и тут же бабушка, которая продает свечнице, вы неправильно положили, надо так вот положить, да я говорю, я просто, не спопал, что-то, спопыхался, да, уже так вот, ну, потом я там, немножко сказал, кратенькое слово, и пригласил он на трапезу, на трапезе были, кто там, ну, их работники, кто были, и все, считала поучения, одна, во время трапезы, вот, ну, а потом немножко поговорили, я спросил, как, о том, что, какое сегодня-то, как они смотрят на то, что, вот, московская патриархия разрывает всякие отношения с Константинопольской патриархией, как это, как это, вдруг, несколько недель назад патриарх с Варфоломеем встречались вместе, беседовали, и вдруг, сейчас так, друг друга, это, как это, что, но, только не там, я еще и в другом месте слышал, что при беседе там, они очень, говорит, обидели патриарха Варфоломея, даже там оскорбили, вроде бы, что там было такое, разговоре с ним состоялся, ну, а там уже и пошло дальше все, а каноническое-то, легко бежать, о том, что автокефалию в Украинской церкви, она, Филарет-то раньше просил, дайте автокефалию, но московской патриархии не дали этой автокефалии, ни в коем случае, не надо, ну, а теперь, теперь все равно она будет, они уже вопошли, только теперь, уже другим путем, будут жертвы обязательно, часто там начнутся битвы за храмы, за эти, лавры, и в Печерске, там Почаевске, там будет, война будет, из-за этой будет, вот, ну, вот так вот, все такое, а у них потом я спрашиваю, а почему, говорю, у вас так мало, ой, это многие отошли, вот, когда патриарх-то встретился, говорит, с папой-то, ну, и многие были против, чтобы не поминать патриарха, а они поминают патриарха, то многие люди не стали ходить в храм, из-за того, что поминают патриарха, Вот бы у нас было тут на роду сейчас. Вот так вот. Ну и все, в общем-то. Что еще такого? Назад съехал тоже. Спокойно так доехали. Редко где так с людями, кто только сидел, поговоришь там, где визитки раздавал. Когда был у отца Петрата, то спросил, я говорю, можно визитки раздать? У меня есть, говорю, на сайте. Да, да, конечно. Ну и кто сидели там, люди. В воскресенье там много было, человек 50. Я все визитки взял. Кто-нибудь по одной еще, кому-то там, друзьям. Все наши. А на другой день я еду, поехал там знакомых посетить еще. Ну и в электричке-то сижу, в метро-то так и так это. Придремал даже немножко. Наклоняется ко мне молодая девушка. Отец таким, добрый день. Поднимаю. Молодая девушка, такая студентка. А я смотрю, я думаю, кто, где, как это она. А я вчера была, когда беседа была у отца Петра. Ах, я. Она увидела, у нас сидели там две девочки. Ну я все. Так не обращал внимания. Ну, потом поговорили. Она учится в архитектурном институте. В строительном институте. Я говорю, а на какой вы факультет? Подземное строительство. Я говорю, что метро. Ну, он говорит, да. Вот метро, там подземное строительство. Переходы, метро. Да. Вот так даже. Меня в электричке уже узнали. Здесь места какие будут. Так, ну все, ладно. Какие еще ко мне вопросы? Батюшка, ну если еще что-то будет рассказать, вспомните, расскажите еще. Ну, еще такого больше ничего такого. Ничего такого нету. Ну, что-то будет запомнить. У вас интересовало. У кого нет Акафиста? Сколько стоит? Здесь цена на обратной стороне. Я что-то не то ли 10 или 8. Все. Как здоровья отца Кирилла? Ну, мне надо. Можно? Можно? Дайте мне одну. Вопрос, Патюшка, от Илья Тихоновича. Здоровья отца Кирилла. 16 рублей. Значит, эти рубли спустите в кружку положите. Берите. Кто возьмет, у кого есть, не берите, у кого нет, возьмите. Нет. 16 рублей. Слава Богу за все. Батюшка, мой любимый. Спроси у Тамары. Я тебя их спрашиваю. Я тебя их спрашиваю. Все уже. Есть еще? Дайте Тамарю. Простите, Роза Петюшка. Тамаре, дайте глухонемой просить. Тут суд надо. Что? Здоровья отца Кирилла. Здоровья отца Кирилла. Отец Кирилл очень больной. Надо? Очень больной. Он плохо тебя... Я его пригласил. Там вот его уже... Страпезной. Врач рядом беседует, что ему, как это ему наставляет. Постоянно его пекать. Я говорю, отец Кирилл приглашал бы нам гостя. Он говорит, куда? Я говорю, очень болеет. Очень болящий он. Его видно, что и... А он где-то, я не знаю, с 58-го года или с 59-го года. Еще не старый. Да. Очень больной. Он что-то, какая-то болезнь у него, не знаю. Наверное, диабет и прочее. Диабет, это... Наверное, онкологическое даже, наверное, что-то. Очень болящий. Значит, просьба тоже в молитвах. Вы упоминайте. Он давнишний наш знакомый. Еще когда он был монахом только. Простым монахом Данилом в монастыре он был. Тогда мы еще с ним познакомились. Это 80-е годы. Он ваш ровесник? Он уже и служит, да? Служит, нет. С 58-го года? Да, служит. Храм его находится, кто будет в Москве, прямо вот доедете до метро Кропоткинска, это центр. Выйдете возле храма Христа Спасителя. А вот по мосту перейдете, прямо мост за храмом Христа Спасителя. Через мост перейдешь и налево там видно, храм Святителя Николы. Называние Николая, Никола у них. Суправа. Да. Никола на Берсеневке. Направо так под мост спускаешься и по набережной приходишь. Там налево, может быть. Ну, там что-то левый проход закрыли. Нет. Значит, вот так вот. Такое. Ну, все, тогда что? Благодарим Бога. Нет, папушка. Да. Объявление я маленькое сделаю. Оторви. Нет, это сам предлагаю.